что началось лето наконец-то такая погода солнце пришла только что с норма логичонки мальчишки так и сейчас конечно же конечно же поснимаю вам что купила но меня знаете что прям поразило прежде всего цена на витамин витамин е то есть как бы мне врач говорил что витамин е он там для цикла вот такой женский витамин сейчас вам даже покажу чек у меня просто до речи пропал от того сколько он стоит витамин 349 что вы понимали 350 норвежский крон 35 евро просто витамин е для меня это просто как-то очень дорого и что еще началось же лето прям найти такое состояние лето лето прям хорошо хорошо расскажите вот такой пумовский топичек буду ходить по дому ну и понятное дело взяла себе такие трусишки то есть у меня будет комплекте ходить по дому что еще если такого купила нужного ли потому что у меня масла вот столько и если на его переливаю в бутылку неудобно взяла себе набор леек но я же конечно сразу подумал про настюшку что думаю надо 1 милейку то и поэтому взяла вот за 40 крон вот такой набор леек там всех возможных вариантов лееку взяла так что еще заколочки это такой дайте что резинки и заколки дичь резинки это то что я покупаю каждый месяц и она куда-то чудесным образом ломается испаряется но мамочки меня поймут еще хочу загореть потому что все таки слесловатая взяла вот такое масло для загара себе бронзовая и на что еще и найти раскошелилась сколько она тут стоит сейчас это мой нормал 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 148 норвежских крон вот такое масло где она есть ну потому что дайте но хорошего вот это ну хорошая то она хорошая можно взять кучу других но лучше одно но хорошая еще взяла себе вот такую насадку на щетку потому что обычные щетки у меня нет ощущения что зубы чистые у анютки как помнить есть электронная щетка буду просто одевать свою насадку и будем с ней по очереди просто пользоваться это вам показала еще ну что еще для волос естественно близко взяла себе взяла в жидком и жидком и лопал молив в емкость у меня уже есть его просто доливаю и все потом чтоб цвет был не было желтизны вот такой кондиционер он синькой тоже взяла себе листеринчик это то что всегда должно быть ну это тоже каждая хозяйка поймет для чего и еще девчонки мальчишки считаю что очень хорошее приобретение крем взяла себе для лица уже все таки 46 лет мне дочка там мама не вздумай там жалеть средства на крем ты его покупаешь раз два месяца и пожалуйста будет добра не покупай себе какую-то ерунду у меня либо я покупаю вообще не пользуюсь ну вот приехал норвегии вы знаете начала пользоваться потому что и седые волосы заметила появились и морщины как очень редко обозначились поэтому так и сейчас скажи сколько он стоит стоит сколько он стоит там скидка было 30 процента смотрите 409 кроме стоит но 30 процент на скидку на вашу со 286 так что с кримиком сейчас откроем посмотрим я учат на горы даже не открывала позвала консультанта и она мне вот начали с ней через google translate общаться она не посвят этот крем поскольку он хороший очень отел по акции сейчас угол вот так выглядит пластмассе думали стеклея за такие деньги в пластмассе очень удивительно так но он запаленный здесь текстуру потом вам расскажу насколько он жирный жидкий вот насколько он легкий расскажу вам потом все дать я сам открою сразу по текстуре расскажу вам не буду я вот крышечки возьму здесь чуть-чуть вот так вот запах приятный и дам сразу впитался очень нравится запах очень нравится и впитался сразу же то есть то что доктор как я говорю прописал все не на показывал эту мочалку не показывала потому что спину мыть неудобно а вот так вот я буду сюда мыть хорошо себе спинку все все мои хорошие все вам поснимала знаете такое какое-то расстояние позитивная центре было а там столько силе не посажено идешь и такой запах знаете прям парфюмированный сирень сирень и самое интересное что даже внизу ветки они не оборваны и то есть там сирень люди не обрывают ты идешь и прямо в сиренюшка сиренюшка такая вся сегодня планирую лепить пельмени вчера дело суд с ликадельками конечно же по загораем вечером будем погуляем все мои хорошие ну что сниму мы еще одну прекраснейшую прекраснейшую прогулку ведь я в штанах чтобы меня никакие клопы не одолели вечером девять часов рубары полдесятого но сейчас белые ночи очень светло красиво покажу видите вот такая дорожка это вот поплеск который начинается у нас за домом я иногда иногда здесь прогулась то есть разные моменты могу здесь гулять могу в другом месте то есть по вечерам нужно куда-то выбираться потому что целый день сидишь дома и мозг просто взрывается я тот человек которому нужно по вечерам куда-то выбираться чем-то заниматься как-то чтобы была смена обстановки смена обстановки сделать мне многие говорят выезжайте в осло но проезд в осло где меня 118 крон туда встроена скром обратно но не очень это весело не на ездишь а сильно в осло и плюс но еще время на дорогу поэтому пытаюсь гулять где-то здесь где красивая территория то почему бы не погулять здесь хотела девчонки мальчишки часть ролика снять на своей прекрасной в любимой террасе но там сегодня такая жара просто вот выходишь и воздуха даже нет поэтому думаю так я переберусь на свой любимый диванчик и на диванчик и жалко все-все-все поснимаю у меня многие знаете пишут мне в телеграме наталья что с вами случилось почему ничего не снимаете то есть мы за вами скучаем девочки мальчики я снимаю когда здесь какие-то новости есть о чем рассказать если особо рассказать не о чем то ну что я вам буду снимать на снимать просто ничего ничего не происходит новостей сейчас много поснимаю вам все 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 озвучу прежде всего новость что анютка с августа бит уже другую школу у нас вот буквально там перед выходными потерялись очередные очки она подписчица она сама провизор по рецепту очки сделали чем к ним пристегивали стеки на эти солнцезащиты на магнитах очки и очень легкое право не не настолько нравились анютка мне прекрасно видела все и она в один приказ и не ходит мне школу потом приходит в общем очки с концами так и не нашлись искали искали вот куда то не делись хотя я же прекрасно понимаю что очки они с определенными стеклами они не подойдут просто так то есть они не нужны их скорее всего могут даже кто-то выберется но мне очень жалко потому что ребенку тачки нужны и вот еще одни очки очередные она опять-таки приходит ко мне и опять таки на после выходных приходит смотрю без очков и граммитка где очки на это в рюкзаке начали смотреть в рюкзаке в рюкзаке очков нет я говорю давай искать нет мама я помню их оставляла в классе на парке понедельник приходит смс к от учительницы наталья вас прошу приехать привести анютки очки я отвечал у нас дома нет очков все выходные она была без очков то есть я думала что они по ее словам остались в классе на год в классе нет я когда заходила классную комнату очков не обнаружила очень начинаю переписываться переписываться надеемся что очки остались на сфо то есть на продленки и не ушли с концами потому что помимо того что очки суть очень дорого те кто не знаю отвечу что очки нам анютки оплатил на я тоже хожу в очках иногда мне тоже на поплатил очки ну и саму процедуру их примерки тоже оплачивал нам на то есть очки и как бы найти вот жизненно необходимо это не просто знаете когда у ребенка там слабенькое зрение у него прям в украине было инвалидность по зрению то с ним со зрением совсем все серьезно но вернемся не к этому то есть я надеюсь точки найдутся и мы начинаем тюньте переписываться полу очков и она мне говорит информацию что 17 августа ребенок идет в школу но и в эту школу а уже в другую школу и и зачисли то есть как бы перевели я в таком эти каком-то ступоре потому что ну я снимала ролик зимой общалась я с нянечками как у них не нянечка у них как помощник воспитателя и вот она сказала что программа это школьная она рассчитана на год на деток то есть смотря кто как усваивать программу выгодит вопрос учительница на горит планетки все среды которые были по пятницам вот то есть им оценки не стоит но сейчас я найду вам быть листик даже если где-то есть каждый по них вот такие вот срез видеть и снизу ставят оценочки и вот она мне говорит что анютки абсолютно все оценки 12 12 10 10 7 8 из 8 то есть ее уровень не просто достаточно у него шикарный уровень по их понятиям норвежского и она готова уже приходить школу то есть по ее знаниям по ее данным и переводят школу я какое-то время знаете была в ступоре думаю как 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 она уже готова пять месяцев прошло я разговариваю с доченькой с настюшкой она кстати была в гостях вот она сидела там по телефону разговаривала не хотела сниматься поэтому я ее просто ставлю чтобы гости приезжает но на камеру показываться не хочет совершенно и вот обсуждаю с ней и моменты мама то надо же радоваться она пойдет в обычную школу она будет общаться с детками она гораздо лучше от своего норвежского уже вот-вот и когда ты пойдет в школу тебе будет проще нам где тебе подсказывать что и как то есть ну это очень хорошая новость на самом деле а я знаете какое-то время вот надо переводить ну то есть хорошие новости с вами поделилась еще какая хорошая новость они уточки 24 числа будет 10 лет это ее первый юбилей конечно же мы купили эту бенгальскую кошку заранее то есть сделали такой дайте вот на мой взгляд очень очень такой хороший подарок потому что она очень долго просила питомца в украине не было кошка который с ней спала и то есть они не расставались неразлучны с ней члены от семьи прямо смысле слова и поэтому она очень просила питомца купили питомца но это же было уже несколько месяцев назад и вот она а что вы мне подарите на день рождения я говорю ну кошку подряд до окошку и то есть мы вдвоем с натюшкой понимаем что надо бы что-то и подарить насти она заказала там огромный список и пудру и тушь для ресниц и тени там и хайлайтер и тоник для лица много-много всего заказала но нафига хорошо просит я над ней все это по возможности по максимуму что пределах разумного конечно же и подарю начала думать что же я подарю анютки сначала была мысль о батуте потому что мне все-таки как маме хочется чтобы она больше двигалась больше выходила на улицу а не просто сидела в планшете ли смотрел какие-то мультики потом поразмышляли подошли конец кирианетка вот что ты хочешь больше батут или какой-то другой спортивное сооружение для активных действий она выдает мама я хочу шведскую стенку как было в мариуполе а те кто смотрит мои ролики вы же помните у нее была шведская стенка она была у нас кольцами и помимо этого там еще была качеля то есть она и лазила и на турнике подтягивать и на этих кольцах она танку делала кувырки перевороты всякие и на качели каталась там прям простор простору но мысль сама по себе хорошая но есть одно но здесь же получается у нас деревянный дом пол деревянный потолок пустотелы деревянные стены они гипсовые то есть они тоже пустотелые а эта светка а эта шведская стенка она устанавливается всяком случае у нас в украине ладно распорка но там бетонный пол и бетонный потолок то есть вы ее до упора на растяжке поставили с ней ничего не случится а как здесь мы тоже вопрос найти надо просто сесть обмозговать обдумать что и как и какие варианты вообще возможны уже я думаю что частном доме эти ребенок решить заниматься спортом не может никто не помешает то есть должны быть какие-то пути решения этого вопроса такое личные новости с которыми я с вами поделилась касательно анитки личные новости касательно меня тоже очень хорошие новости мне пришло письмо что в общем в октябре я меня приглашают в клинику касательно моего бедра либо на мрт то есть я не поняла какая клиника где-то там в лилистрюме поеду вот есть моя подруга оказалась права что надо настаивать надо говорить что-то на тебе одно ты стал на тебе 1 3 2 и поэтому мне она мне дала список распечатку на эту физиотерапию но когда подошла аккуратно с этими адресами и телефонами что меня записали на эту физиотерапию она говорит вы знаете сейчас все занято то есть как бы мест нет это лист забрала чем она решится не знаю то есть либо позвонят либо как оно должно быть игру мне забрать листик то есть мне сама куда-то хоть и на нет нет вами свяжутся но со мной никто пока не связался но я знаю секуратор сказал свяжутся значит свяжутся то есть вопрос пришелся даже с бедром постепенно постепенно он решается то есть медленно но уверенно еще какая новость от меня где-то знаете я была на встречу с куратором и она мне говорил определенные вещи я вам честно скажу я их просто записывала потому что не надеюсь на свою память я такой человек что у меня знаете все всегда блокнотики записывается так ну где же все мои письма я подоставила вот вот одно из них она вот мне получается я же каждый месяц мне приходит бумажные счета а свет за квартиру занятки на школу я просто в конверте от сажу их нафиг на такой большой ящик до опускаю все эти письма и вот смотрю в личном кабинете банка что у меня висят неоплаченные счета еще увидите меня май апрель думаю да что ж такое один раз отправила куратору второй раз ничего не происходит навстречу уже я показывал что у меня вот эти счета неоплаченные иногда я передам их финансовому куратору то есть есть куратор с которым я общаюсь а есть еще такое понятие так понимаю как финансовый куратор и вот мне приходит ответ что оказывается что мне приходит такие желтенькие конверты скус банка и на 1600 они обычно что я должна носить в банк в них зачисляли и вот с этих средств я уже сама оплачиваю свет то есть если свет у нас набежит на тысячу допустим там 800 1600 я оплачиваю с этих средств которые у меня будут зачислены на счет а 200 методов оплачивает коммуна если я потрачу там зимой на три тысячи на свет у меня электроэнергия она горит с батареями совсем тогда 1600 оплачет опять-таки хусбанк все остальное будет оплачивать на если я пойду на программу языковую то соответственно я буду все эти расходы уже оплачивать сама не хватает на пропитание буду писать заявку вlov что они мне как-то там компенсировали на проживание то есть этого дня я уже буду заплачивать сама свет дальше оказалось что посетение врача тоже у меня висела неоплачена не оплачено я говорю у меня же врачи чего не оплачено горит нет вы должна то чуть врача самостоятельно спросила почему быть потому что первое посещение врача оказывается идет бесплатно как знакомство с врачом все последствующие посещение мы оплачиваем сами потому что в этот минимальный прожиточный уровень, который нам начисляют НАФ, туда уже заложено посещение одноразового врача. То есть, придите вы 5 раз к врачу, 1 раз оплатили сами, 4 раза вам оплачивает НАФ. Вот такая система, это тем, кто не знал. При том, что у меня было посещение рентгенолога, то есть рентген мне бедра, обранно говоря, делали, его я оплачивала тоже самостоятельно, уже тоже со штрафом, потому что думала, что его нужно оплатить НАФ, мне сказали, вы оплачиваете все процедуры, все самостоятельно. Вот это тем, кто говорит, что беженцам медицина бесплатная. То есть, я личный пример того, что рентген я оплачивала самостоятельно. И посещение врача, когда мне врач пишет, что вам назначена встреча, я к ней не записываюсь, прихожу, она мне сказала, что у вас хороший рентген. Выхожу и за это должна заплатить сумму полноценную, это посещение врача называется. То же самое опять мне приходит, прийти к врачу, я прихожу к врачу, она говорит, ваши анализы на кровь хорошие. Это тоже посещение врача. В личный кабинет мне говорится, зайдите в ваш личный кабинет, я скачала приложение. У меня там почему-то ни рентгена, ни анализа никаких нет. В заемзочка, причем, заходили, смотрели, но вот нет у меня там ничего. Почему? Вопрос следующий. Это тоже надо будет выяснять, но с кем выяснять, я даже не знаю, честно вам говорю. Так, что еще, что еще? А, так как мне теперь в бумажном виде, еще за электронельку приходить не будет, я должна его где-то распечатать сама. Сказали, что это я могу сделать в НАВИ. По-по-по-по-по. В общем, по четвергам с 10 до 12 приезжать распечатать. Там два компьютера. Но зачастую они не работают. То есть нужно будет еще подумать и узнать, где есть поблизи работающие принтеры. В общем, в каком месте эти счета можно распечатать, чтобы потом отнести в НАВИ на оплату. И то, я думаю, как я буду относить все эти счета. Я же оплачивать буду какую-то часть, но думаю, они, наверное, зайдут, потом посмотрят этот счет сам, проверят, оплатят то, что недостающая часть. Вот. Это я вам рассказала все. Дальше у меня же, получается, куратор уходит в отпуск. Спросила, кто будет вместо нее. В ответ тишина. Кто будет, непонятно. Она уходит в отпуск, получается, как-то так, аж на два месяца. Вот. Не знаю, как может быть у куратора отпуск в два месяца, но получается так. То есть, может быть, она возьмет что-то на свой счет, может быть, там у нее давают отпуск по уходу за детьми. Неважно как, но в два месяца моего куратора не будет. Так, за посещение врача я вам сказала. Я столкнулась с тем в мае месяц. И помните, что 2 мая с вами зачислились. Я сказала, что help, help, нужно было мне писать заявление на финансовую помощь. Так как мне об этом тоже никто не сказал. Все это делалось с помощью моей соседки в очень таком каком-то бешеном темпе и режиме. Слава Богу, что все получилось. Спросила, мне говорю, в июне надо будет писать. Она говорит, что в июне не надо. Но 1 июля оно уже должно лежать на столе у финансового куратора по финансовым вопросам. То есть, в конце июня вы ее заполните, почтовый ящик бросаете, чтобы она уже к этому моменту могла вам средства начислить. Вот кто-то говорит мне с других коммун. Мы каждый месяц это делаем. Девочки, я прожила практически год. Вот первый месяц, в том месяце я заполняла сама заявление. До этого я его ни разу не заполняла. То есть, в каждой коммуне это происходит по-разному. То же самое я вот снимала в прошлом ролике про пенсионеров. Где-то в каких-то коммунах пенсионеров приходят, занимаются и даже получают средства за интеграционную программу, хотя им по 57 лет. В других коммунах это невозможно. По поводу языка. Мне многие спрашивают, Наталья, когда вы пойдете в школу? Девочки, куратора своего, как бы это деликатно сказать. В общем, я пристаю к своему куратору, когда же у меня начнется школа. И мне пришло официальное письмо, что так и так, Наталья, мы в курсе ваших стремлений заниматься, но очень большая очередь вы в листе ожидания. То есть, в августе будет набор, и я понимаю, что в августе я уже наконец-то пойду в школу. Заниматься сама пробу, знаете, но как-то вот нет какого-то энтузиазма, нет. Вот открыла, минут 15 позанималась, закрыла и забыла, что там было. Я вам говорю честно. То есть, когда вы понимаете, что завтра идти, что надо заниматься, что надо что-то отвечать, это вас стимулирует, это вас держит в тонусе. Мотивации, самомотивации как-то вот мне не хватает. Но я знаю, что когда я пойду в школу, знаете, это будет какой-то такой на подъеме, и я буду заниматься очень ответственно. За это я вам рассказала, за рентген рассказала. Ой, да-да-да, сейчас самое-самое главное новое детенки и мальчишки. Оказывается, вот спасибо огромное Норвегии, это для меня было таким очень приятным бонусом, как и много других факторов, но сейчас сразу все не вспомню. Ну, как минимум, диван, вся мебель, которая у нас есть, крыша над головой, это как минимум. Такси Анютки, которая ее возит по ее медицинским показаниям, в школу со школы, это тоже, ни в одной стране такого не было. Ладно, это я сейчас мыслями перескакиваю. Оказывается, мне куратор говорит, вы уже писали заявление на помощь на летние каникулы? Я говорю, нет. А что за летние каникулы? Она говорит, ну я сама все сделаю. И нам пришло письмо, что 15-го числа нам будет зачислена сумма в размере полторы тысячи на верских крон на Анютку и тысячу на меня на летний отдых с ребенком. То есть мне куратор пояснила, так как ребенок ходил в школу, работал, занимался, я должна куда-то ребенка свой вывезти, отдыхать. Куда в Норвегии можно поехать на две с половиной тысячи, честно говоря, у меня вообще в уме не укладывается. Разве что может быть там круиз выходного дня, вот как мы ездили в Кирь, но тоже каюта какая-нибудь без окон вообще будет, я так понимаю. И за ней будет ходить ни завтрак, ни обед, ни ужин. Ну, по-другому, разовое питание, но тем не менее. То есть это будет только стоимость каюты. Нужно сесть, подумать, планировать, куда можно. Сейчас еще вам кое-что хочу показать, пока не забыла. Спасибо, я задала вопрос куратору по поводу летних каникул. Что же они в Кавуе светят два месяца дома, какие есть места, куда можно ее записать. И нам выдали вот такой листик от Улин Сайкер Камоны. Здесь QR-кодик, то есть его сканируешь. Там перешли мы на такой сайт, и там, ну, в основном в Осло, какие-то мероприятия, мероприятия, но время с 8 до 10 или как-то так. А у меня Анютка когда спит по выходным, она раньше 10-11 просто не просыпается. То есть я понимаю, что ребенок, она тяжело усыпает. У нее, то есть она целый день может не общаться, но как только она ложится в кровать, даже в 9 ее уложи, а то, а то, мама, а вот это, а давай поговорим, а давай пообщаемся. А я хочу поесть, а я хочу попить. То есть в 9 ее укладываю, усыпает она к 11. Вот я говорю, как есть. То есть она лежит в кровати, но она не может усыпать. Пока я с ней все не бросаю, прихожу с ней и ложусь, тогда она усыпает. По-другому у нас не случается сон у ребенка. А мне ложится в 9 часов, но как-то совсем неинтересно в 9 ложится. То есть вот такой, мы дали листик. Надо тоже отсканировать, возможно, что-то найдем. Опять-таки заняться, посмотреть. И еще, помимо этого, есть помощь какая-то на детей. То есть целый год пребывания. У нас будет вот в июле год пребывания. В августе будет год, когда мы получили защиту. То есть на детей какая-то выплачивается сумма за целый год. Куратка говорит, вы такое заявление писали? Я говорю, да я же, кроме вас, ни с кем не встречаюсь. Никаких заявлений я нигде не пишу. Где бы я его писала? Если я никуда вообще не хожу. Ушла, приходит. А он уже в каком-то заполненном формате, там кругом стоит, там все. То есть в электронном виде все заполнено и распечатано. Я только расписалась, пояснила, что полагается какая-то сумма на ребенка. Ну, она говорит, вы должны мне донести документы. Я говорю, какие документы? Может быть, у меня есть с собой. Она говорит, свидетельство о рождении Анютки, потом загранпаспорт мой, загранпаспорт мужа и синюю карточки мои, Анюткины мужа. Я говорю, ну, вы же узнаете. Я так понимаю, что куратор, судя по всему, забыла ситуацию. У нас, наверное, там 500 человек у меня, может быть и больше. Говорю, что у нас папа умер. Говорю, у меня эти лица о смерти. Она говорит, хорошо, не идите эти лица о смерти. Все эти документы я принесла. Она сканировала, отдала мне. То есть, если вы будете идти на встречу с куратором, заранее зная, что будете писать заявление, берите документы всех с родственников семьи. Потому что я каждый раз иду на встречу с куратором, я беру только свои документы, Анюткины не беру, потому что думаю, вдруг я опять где-то что-то потеряю. Пусть лучше они будут дома. Хочу обратиться отдельно к тем людям, которые мне в Телеграме пишут гадости. По поводу того, что одни пишут, что я общаюсь на русском языке, им не нравится в связи с ситуацией, и другие люди совершенно противоположными мыслями и идеями. Мне тоже пишут такие, знаете, гадости там. Ну, страниц, не страниц, а на строчек на 15. Я, знаете, первое время очень сильно переживала, воспринимала как-то это все эмоционально. Я в последнее время очень берегу свою нервную систему. Мне есть ее на кого тратить, мне есть куда ее тратить, все свои переживания, эмоции. Меня окружает прекрасная погода, я живу в очень красивом доме с огромными светлыми окнами, о которых я мечтала. Анютка мечтала про белые стены, вот она получила свои белые стены. Мы хотели кота, у меня есть кот. Я прям хотела вот журнальный столик, и вот он мне такой журнальный столик на террасе есть. То есть все, что я хочу в этой жизни, ко мне притягивается. Я знаю, что, ну я знаю наперед, что в моей жизни все будет только самым лучшим образом, и притягивается только самое все лучшее. Поэтому не утруждайтесь, не пишите для гадости, есть прекрасная кнопка спам, заблокируйте, я прекрасно ей умею пользоваться. Все, мои хорошие, всем добра, мира, любви, позитива и всего-всего самого-самого лучшего. До новых встреч, пока-пока, искренне ваша Наталья Чаваевна. Продолжение следует...